Всем привет и так что новенького на Доме-2 и за периметром. Сейшельские туристы вернулись на поляну. Участники поздравляют Настю с помолвкой. Наталья прокомментировала помолвку дочери. Она разочарована, это не сейшельская, пишет свадьба. В России они подадут заявление в ЗАГС. Всё, к сожалению, по-настоящему. Опенченко неравнодушна к этой паре. Она не верит в искренность их отношений. Пишет, что Глеб пытается за счёт Насти почистить карму. Настя это видит, но желания остаться на проекте больше. Мадан, которая отметила на островах день рождения, устроила ещё один праздник в периметре. Он удался на славу. Не соки лились рекой. Было множество весёлых конкурсов. Ребята соревновались, кто больше выпьет, чей поцелуй будет самым долгим. И здесь настал звёздный час Настей Бегриной. Она слилась в страстном поцелуе с Женей Ромашовым. Ребята долго катались по полу, не в силах оторваться друг от друга. Боюсь вставлять в ролик кадры этой дикой оргии. Ютуб может забанить, но всё происходящее мы увидим в эфире 6 октября. Отличилась и Опенченко. Она всё время ходила по пятам со Глебом Шемчуговым. Она очень много пила, даже вот не смогла устоять на ногах. Кристины Бухенбалтыша на празднике у Ани не было. Она пишет о своём плохом самочувствии. Заболела, отравилась, не знаю чем. Меня ломает, нету сил. Выключила свет и легла в кровать. И таких отравившихся на поляне целых 5 человек. Последнее время там эпидемия за эпидемией. Но кроме Кристины все быстро очухались. На вечеринке всё-таки были замечены, пришли подлечиться. Сегодня в эфире покажут конфликт между пьяной Брянской и Васильевым. Аня, еле ворочая языком, очень агрессивно нападает на Диму. Ей не понравилась его невинная переписка с девушкой, с которой он волшебничал 500 лет назад. Очевидно, что в паре с Васильевым ей не хватает эмоций. Очень уж она любит устраивать истерики. Васильев же парень спокойный, рассудительный, умеет идти на уступки. Пингвинов и Чайков отметили круглую дату 10 месяцев со дня рождения дочери Миланы. «Как летит время?» – пишет Ира. «Мы уже ходим, опираясь на бортик кроватки, танцуем и поём». Также Ира рассказала, куда дело миллион, который выиграла в конкурсе ЧГ. Но, во-первых, с выигрыша взяли налог, так что миллиона не получилось. Оставшуюся сумму она отложила и потихоньку копит. Думает о будущем ребёнка. А вот на форуме вспомнили Сашу Харитонову. Пишут, выглядит очень худой, истощённый. Но Харитонова довольна своим внешним видом, занимается плаванием, йогой, проводит марафоны по речи, идеальный собеседник. Также она публикует много постов с рецептами блюд для правильного питания. Бородина говорит о том, что все дружеские порывы в сторону Ольги Бузовой были просто рабочими моментами. Они тепло общались только на камеру. «Все всегда хотели этой дружбы между нами», – пишет Бородина. «Но мы только коллеги. Между нами ничего общего от слова совсем. Она не мой человек и никогда им не была». Полина Малинина пишет о раздвоении личности. «У меня будто две кнопки. Первая – это милая, заботливая, послушная девочка. Вторая – ревнивая и истеричка. Пить надо меньше», – советуют ей в комментариях. У всех алкоголиков такое раздвоение личности. А на поляне появился еще один бородатый накачанный участник. Вот пишут двойник Димы Васильева. Это тот самый парень, который ухаживает за Кристиной Бухенбалте. Он приглянулся Алене Опенченко. Она надеется, что симпатия взаимна. Также в сегодняшнем эфире покажут, как Адеев, заигрывает с девушкой Бена Карпова, Александрой Ковалевской. Алексей был занят приготовлением еды и попросил девушку засунуть ему в карман его телефон. Она отказалась, говорит, это я буду делать только своему любимому мужчине. Не хочет, чтобы на поляне потом говорили, что они флиртуют и что она лезет ему в портки. Ермакова не понимает, почему организаторы до сих поры держат Яну Африкантову. Пишет, Яна сникла давно. У нее нет интереса ни к проекту, ни к парням в целом. Именно поэтому Надя и голосовала против нее на женском. Влад Кадони полностью раскрепостился во время отдыха в Турции. Подруга сняла, как он принимает ванну с пеной и использует душ в качестве микрофона. Зажигал Кадони под хит Милохина и Баскова дико тусим. На этом все. Подписывайтесь. Будем сплетничать.